Зайти сюда, в фойе дома моды Людмилы Ивановой, может любой сучениц. Прикоснуться к творчеству художников и, возможно, открыть для себя что-то таинственное и непостижимое в окружении арт-объектов, флористического дизайна, подиумных моделей и необычных картин, выполненных в технике монотипия, но не на бумаге, а на ткани. А потом, когда ты всматриваешься, то ты видишь лица, ты видишь зверей, ты видишь иной мир. Ты можешь увидеть хоть деревья, хоть что угодно. Это очень интересная техника, потому что она действительно для релаксации. И вот эти крапинки, точки, разводы, в них, когда смотришь, хочется взглядываться. Она как 3D-эффект получается. Мне самой нравится эта техника, я в ней работаю. Это персональная выставка бывшей выпускницы Сочинского института моды, бизнеса и права Маргариты Дворниченко. Президент института Людмила Иванова уверена, только профессиональный коллектив способен научить студентов создавать вокруг себя гармонию. У нас кафедры называются теория и практика и таможенного дела, теория и практика коммерции, теория и практика дизайна. И более 60% на всех кафедрах работают профессионалы практики. И поэтому люди же не теоретически подготовлены к профессии, а люди, которые посвятили свою жизнь этой профессии, передают любовь и знания молодым студентам. То, чему выпускники научились, они представили на защите своих дипломных работ по двум специальностям – дизайн костюма и стилист. Это восточные мотивы, красота кроя, но богатые ткани и аксессуары. Главный художник города Елина Баранская советует, раз уж акцент на лаконичность, то следует убрать дорогие украшения. А в целом работа выпускницы прямо хоть и час готова к запуску в производство. Удивила собравшихся защиты Ланы Балуевой. Выпускница провела ее на английском языке. Это коллекция специальных ценностей. Я имею в виду, это было сделано для айс-ринга. Но, конечно, это спортсвер, но это не классическое спортсвер. Пять комплектов молодежной одежды из трикотажа. Замечаний практически нет. Форма, цветовая гамма, креатив. При этом вся задорная одежда для подростков наполнена смыслом. Мы выбрали такой узкий коридор и сделали одежду именно для катания на коньках. И, конечно, нам хотелось, чтобы одеждой продвигалась в массы русская, исконно русская культура и русский костюм. Руководитель дипломной работы Ланы Балуевой отмечает, начинающий дизайнер полностью раскрыла русскую тему, используя модные тенденции. Собственное творчество показали и другие выпускники Сочинского института моды, бизнеса и права при проектировании женского сценического образа. Здесь история переплелась с полетом фантазии и модой нового сезона. Композиционная целостность с классическим параметром изящества. Каждая деталь образа имеет свое значение. На заметку модницам вуалетка, актуальная в 20-30-х годах, возвращается и становится популярным аксессуаром. Елена Овсецна, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.